Добрый день, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня, как и договаривались на сентябрьском заседании Госсовета, поговорим о развитии и обустройстве автомобильных дорог. Тема вечная, всегда актуальная везде, ну а для России тем более. Все мы знаем, насколько это острый и насущный вопрос. Скажу больше, жизненно важный. От его решения напрямую зависит рост экономики, конкурентоспособность бизнеса, комплексное развитие регионов, успешная реализация практически всех социальных задач. В последние годы развитию железных дорог, дорожной отрасли уделяется постоянное внимание на федеральном, региональном и на муниципальном уровне. Только в рамках Госсовета эта тема ставилась уже трижды. Мы касались её и при рассмотрении других вопросов о земле, о лесном хозяйстве, о ЖКХ, о здравоохранении, об образовании, о предпринимательской деятельности. Все это говорит об огромной значимости автодорог, их комплексном воздействии на развитие других отраслей. В сфере дорожного хозяйства уже немало сделано. Принят закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности. Сформирована нормативно-правовая база для привлечения вне бюджетных инвестиций в автодорожную отрасль. Созданы федеральные и региональные муниципальные дорожные фонды, что позволило за неполные четыре года удвоить финансовые ресурсы отрасли, а значит увеличить объёмы строительства, реконструкции и ремонта всех дорог, всех уровней. Построены сложнейшие дорожные объекты для Олимпийских игр в Сочи, только некоторые примеры приведу, для саммита ОТС в Владивостоке, универсиады в Казани и так далее. Завершена программа достройки 16 так называемых внеклассных мостов индивидуального проектирования через крупные реки России. Их сооружение было начато ещё в советский период, потом заморожено, практически брошено. Мы к этому вернулись и всё достроили. До конца 2018 года нам предстоит реализовать ещё один сложнейший мостовой переход – переход через Керченский пролив. Очевидные достижения есть, определённая позитивная динамика имеется, но, повторю, все мы хорошо знаем, дорожная отрасль по-прежнему остаётся трудным, проблемным вопросом. А задача сделать её опережающей, новаторской, прорывной отраслью, она ещё впереди в решении своём. Чтобы она, эта отрасль, служила одним из мощных локомотивов развития экономики всей страны, нужно ещё много сделать. Федеральные, региональные, муниципальные, сельские дороги должны строиться в единой логике, чтобы транспортная инфраструктура была рациональной и удобной, надёжно связывала всю огромную территорию России, наши города, посёлки с общим транспортным каркасом. Повторю, необходимо расширять, наращивать сеть качественных дорог. Поэтому в 2012 году в послании Федеральному собранию была поставлена задача удвоить в предстоящее десятилетие объём строительства и реконструкции дорог. Я прошу правительства и руководителей регионов ориентироваться на эту цель и в ходе сегодняшнего обсуждения, и в своей практической ежедневной работе. Теперь остановлюсь на тех направлениях, которые требуют, на мой взгляд, особого внимания. Прежде всего, соотношение цены и качества объектов дорожного строительства. Эта проблема всегда была болезненной, вызывала много вопросов в обществе, и её острота не меньше и сегодня. Она не изжита сегодня. Государство направляет на строительство и реконструкцию дорог значительные финансовые ресурсы. Но отдача от этих вложений порой малоэффективна. Даже недавно построенные автодороги нередко не соответствуют требуемым характеристикам, быстро изнашиваются, не выдерживают современных транспортных нагрузок и так далее. Необходимо принять меры, направленные на повышение достоверности, точности, сметной документации дорожных работ. Многие методики здесь явно устарели. В итоге сохраняются чёрные дыры, так называемые, где исчезают выделенные средства. Из года в год ремонтируются одни и те же дороги, вместо того, чтобы поступательно наращивать объёмы качественного дорожного строительства. У рабочей группы есть ряд предложений по этой теме, сегодня мы их тоже рассмотрим. Отмечу при этом важную роль заказчиков, проектировщиков и государственной экспертизы, которая обязана нанести ответственность за прочность, качество и сроки эксплуатации дорог. Считаю, что главгосэкспертиза должна также стать активным проводником технического прогресса в дорожном хозяйстве. Внедрение инновационных решений пока упирается в бюрократические стены, что абсолютно не стимулирует проектировщиков и подрядчиков на использование новых экономически целесообразных, долговечных материалов и строительных технологий. В частности, очень медленно решается одна из актуальных проблем дорожного строительства – увеличение срока службы так называемых дорожных одежд. По ряду правил в этой области дорожники всё ещё ориентируются на нормы 30-летней давности. Но ведь тогда и транспортные нагрузки были совершенно другими, не говоря уже о материалах и технологиях, которые применяются сегодня во всём мире. А у нас пока нет или очень мало распространенных применений. Я прошу заинтересованные ведомства проанализировать все эти вопросы и сформулировать согласованные решения по продвижению и внедрению инноваций в дорожном хозяйстве. Вы знаете, вот сейчас на выставке был, и действительно, вот то, что я сказал, но многие здесь знают, это странно даже, ну просто странно. Технологии есть, материалы есть, а по бюрократическим соображениям их до сих пор невозможно использовать. Это же удивительно просто. Косность какая-то. Огромное значение имеет и сохранность автодорог. Большой урон им наносят большегрузные автомобили. Очевидно, что необходимо упорядочить их движение по дорогам общего пользования. Это вопрос непростой, но его необходимо решать. Мы уже обсуждали его, и мною были даны соответствующие поручения об уточнении полномочий от федеральных органов власти, которые контролируют перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Хотел бы сегодня услышать, что по этому направлению сделано. Также обсудим предложения, подготовленные рабочей группой Госсовета по обеспечению сохранности дорог. Ещё одна проблема. Необоснованный рост цен на так называемые инертные дорожно-строительные материалы. Проще говоря, гравий, песок, щебень и так далее. О строительстве или реконструкции дорожного объекта даже ещё порой официально не объявляли, есть только планы, а оказывается, что все ближайшие земли, пригодные для разработки карьеров, уже скуплены. И в период строительства предприниматели диктуют монопольно высокие цены. Надо ещё в каждом конкретном случае проверять, с кем аффилированы эти предприниматели, которые себя ведут таким образом. Правительству следует обратить внимание на эту проблему и разработать соответствующие механизмы. Вот для справки могу привести, что рост цен на щебень за последние пять лет составил 46%, на песок 79,7%. Ну это что такое? Это что, это инфляция, что ли, у нас такая? Ну о чём мы говорим вообще? При перевозке в соседний регион цена щебня и гравия возрастает на 20-30%, на песок до 90%. В общей стоимости стройматериалов щебень составляет от 20% до 40%. Так и напрашивается вопрос о коррупционной составляющей. Хотел бы услышать мнение рабочей группы и о такой проблеме, как выделение земли под строительство автомобильных дорог и обоснованность её выкупа. По ценам, конечно. Необходимо принять меры по исключению случаев спекуляции затягивания и передачи участков под строительство. Важное направление – развитие скоростных автомагистралей. Мы добились здесь определённого прорыва, прогресса, благодаря использованию механизма государственного частного партнёрства, и уже введены первые участки таких трасс. Полагаю, что правительству нужно подумать о разработке специальной программы развития скоростных магистралей и о механизмах поддержки таких проектов на региональном и муниципальном уровне. Вы знаете, что начато строительство центральной кольцевой дороги с использованием на возвратной основе средств Фонда национального благосостояния. Планируется выделить на эти цели из ФНБ 150 миллиардов рублей. Гибкие условия их предоставления и возврата позволили кардинально снизить долю прямого бюджетного финансирования с 70 до 25%. Создан прецедент, открывающий большие возможности для тиражирования практики государственного частного партнёрства в дорожном строительстве. При этом необходимо более настойчиво и энергично развивать конкуренцию в этой сфере. Привлекать в отрасли как можно больше предпринимателей, в том числе малый и средний бизнес. Правительству нужно провести комплексный анализ условий выбора подрядчиков и заключения контрактов, выделить лучшие практики проведения конкурсов и рекомендовать их регионам. Я прошу руководителей субъектов Российской Федерации активно включиться тоже в эту работу. Ещё одна тема, требующая нашего особого внимания – безопасность на дорогах, смертность при авариях остаётся ещё высокой. Да, есть определённый прогресс, и тем не менее ежегодно около 27 тысяч человек страдает, погибает. Зачастую люди погибают из-за того, что помощь приходит слишком поздно. Для немедленной передачи сигнала о дорожно-транспортном происшествии создана система «Эроглонас». Её промышленный запуск планируется в январе 2015 года. И это не только планируется, это будет сделано. Мы занимались созданием этой системы в течение трёх лет и стратили на это дело 3,5-4 миллиарда рублей. Но на 2015-2016 годы на эксплуатацию содержания этой системы денег пока не выделены, но я обращаюсь к своими коллегам из правительства. Знаю все бюджетные ограничения. Известно, принимал участие с самого начала в вашей работе, тяжёлой и сложной работе по подготовке бюджета на последующие два года. Работа действительно очень сложная, но такие вещи, на которые уже затрачены миллиарды, мы не можем их бросить на полпути, но это совершенно не по-государственному. Так что я прошу обратить на это внимание и с коллегами проработать из экономического блока этот вопрос. Для эффективной работы этой системы нужна устойчивая сотовая связь. Недавно на трассе Читах-Хабаровск докладывали, что связь установлена на всём её протяжении, но я уже не говорю про другие регионы, где эта связь традиционно работает устойчиво в течение многих лет. Эту работу необходимо продолжать, чтобы все дороги нашей страны были обеспечены беспребойной мобильной коммуникацией. Уважаемые коллеги, я обозначил только ряд проблем, которые нам предстоит решить в ближайшей и среднесрочной перспективе. У вас также есть и свой взгляд на будущее дорожного строительства и опыт деятельности в этой сфере, продуманные предложения. Давайте по всем этим темам поговорим и выйдем на сбалансированные и нужные все нам рекомендации, которые соответствующим образом отразимы в поручениях. Пожалуйста, давайте начнём работать. Я сейчас не буду возвращаться к тому, с чего начал, а именно с важности строительства дорог в России и для развития экономики, для развития социальной сферы, для того, чтобы у нас современные появлялись транспортные средства, для того, чтобы экология улучшалась. Всё это – большой-большой перечень вопросов, жизненно важных для практически каждого гражданина Российской Федерации и для страны в целом, для её экономики. Мы уже многократно к этому вопросу подходили и будем безусловно заниматься этим дальше. У нас, знаете, как у нас в народе говорят «глаза боятся, а руки делают». Вот это тот самый случай. Нужно двигаться по решению всех проблем, которые мы затронули. Но это ещё даже не все вопросы, там их гораздо больше. Мы обязательно всё, что вы сегодня говорили, я хочу вас поблагодарить за такой конструктивный, очень профессиональный подход к рассмотрению этой очень важной и большой темы. Всё это учтём, скомпонуем и соответствующим образом заложим в поручения, разумеется, с соответствующим контролем за их исполнением. И соберёмся ещё не один раз по этому вопросу. Спасибо большое.